Я был в гостях у Ивана Ивановича, могу сказать, что действительно это удивительно. Это надо просто каждому увидеть, как работают люди на земле и в очень сложных условиях. Но мы, могу вам сказать, что мы лучше, чем любые западные фермы. Потому что только трудности мы не испытывали. Но сейчас о глобальном. А вы понимаете, почему цены растут? Вот президент Российской Федерации сказал, давайте увеличим экспорт продовольствия до 45 миллиардов долларов. Давайте. Ну, было два пути. Один тяжелый. Это, значит, распахать землю, купить трактора, увеличить количество занятых в сельском хозяйстве и произвести, как они считали, 40 миллионов тонн продовольствия. А есть простой путь. Сказать, слушайте, все, что у нас есть, мы сейчас возьмем и начнем отправлять за рубеж. А народ, пускай наш покупает продукцию, поскольку у него денег нет, и мы ему не увеличиваем доходную часть, значит, ну, суррогаты, ну, ввозим пальмовое масло, берем или там другие, заменить животных жиров, делаем из этого якобы продовольствие, потом на наш рынок и он заполнен, тут аккорду надо сказать, что да, спасибо большое. Правда, вы должны понять, что для страны это приговор, когда 20% ВВП это торговля. То есть мы страна торгашей, получается, мы ничего не производим. И поэтому вам это хорошо, а нам это совсем плохо. И в конце концов получаем что? Повышение цен, потому что вы же ориентированы на вывоз продовольствия за рубеж, а за рубежом тоже же не дураки, они, значит, покупают продовольствие, ну, сырье, скажем так, это не продовольствие, а не какое-то сырье, потому что плохого они не купят, хорошее вывозим, остальным кормим население. Соответственно, цены растут, никуда не денешься. Если бы мы говорили о том, что как только президент сказал, что давайте увеличим производство продукции, мы сразу увидели программы, как это делали коммунисты, развитие села, увеличение количества такторов купленных, комбайнов, сельхозмашин, тогда бы мы точно знали, что не в ущерб нашей стране ведет вывоз продовольствия. А так получилось в ущерб, и поэтому цена растет. Никакого отношения себестоимость к продажной цене не имеет, мы это знаем прекрасно. Она только зависит от двумя. Чем больше продовольствия на рынке и, скажем так, население богатое, тем может там цена как-то варьироваться. Все остальное от лукавого. В результате, вот мы с Виктором Ивановичем производим, почему я там, Юстухов Виктор Иванович спросил меня, я сказал, да нет, я за регулирование. Такое, как во Франции, например, регулирование на плодовочную продукцию. Но мы же были 10 лет подряд в убытке. Кто-нибудь регулировал цены? Все же видели, что мы уже продаем ниже себестоимости. Но это никто не регулировал, все были довольны. Это случилось со всеми, без исключения, особенно с овощниками. В результате, что мы стали делать? Снижать пассивные площади. Вот вам данные по картофелю. Из-за вот этого, скажем так, ценового беспредела, в результате в прошлом году мы, в 2020-м, посадили на 5% меньше картофеля. Это данные Картофельного Союза. В результате неурожай привел к тому, что на 8% от прошлого стало, скажем, картошки произведено. В результате вы увидите рост цены на картофель однозначно. Причем он будет, вы сколько угодно регулируете, ну нет, картофель, что вы сделаете? Поэтому государство должно сделать что? Баланс продовольствия сделать и сказать, что нам необходимо вот столько. Вот, Аркадий Леонидович, я всегда, скажем так, с удовольствием слушаю выступления. Ну сделайте баланс продовольствия по зерну. Скажите, как это так? При самом великом производстве зерновых у вас вдруг цены поползли вверх. Это же просто необъяснимо. Вообще, на самом деле, это необъяснимая вещь, когда вы говорите, что у вас 100% сахара, масла растительного и зерна. Он говорит, что мы себя полностью обеспечиваем. В результате цены растут. Это необъяснимая вещь. Еще про статистику. Единственная отрасль, в которую можно приписать очень многое, это сельское хозяйство. Вот вы не припишите количество произведенных тракторов, не припишите комбайны, а вот сельское хозяйство припишите. Потом приходит всероссийская перепись, и вы видите, например, по овощам, что оказывается мы производили гораздо меньше, чем отчитались когда-то. Я уверен, что это по зерну, по молоку, по картофелю, по овощам, по всем показателям. Вот наша великая, любимая замминистра, она не совсем правду говорит. Да, Росстатовские данные, да, главы, потом губернаторы, потом, значит, и все остальные начинают немножко приукрашивать. Мы проводили, когда я был в общественном совете при Минсельхозе, совместное совещание между Росстатом, общественным советом и нами. Они говорили, ну мы ничего сделать не можем, мы видим, что приписывают. И поэтому нет у нас 32 миллионов тонн молока, у нас нет овощей в том количестве, которое написано. В результате мы обладаем вот этим псевдоэкономикой, но пока мы не начнем, тут Иван Григорьевич уже очень мудрый человек, он сказал, ребят, ну у вас ситуация какая, вы же сами регулируете, извините, курс, и поэтому выгодно продавать продукцию. Если бы курс был другой, было бы выгодно оставить здесь. И все это делает государство. Я уверен в том, что есть две вещи. Первая, торговая наценка, которую надо действительно регулировать, потому что мы же не дураки, видим, как картошку продаем по 11, а она по 30 лежит в магазинах. Да, есть понятие, так называемый убыточный лидер, когда вы специально продаете часть товара без торговой наценки. Это известная схема в торговле. И этим привлекаете покупателей, и за счет всего остального, накручивая больше процентов, получаете маржу. Я в этом уверен, что это не только вы, это все мировые ритейл делают, но в конечном итоге на основные товары, которые пользуются спросом, регулирование должно быть обязательно. Оно бывает разным, косвенным, прямым, но не может его не быть. Поэтому уверен, что вот эти рекомендации, Владимир Иванович, они абсолютно правильные, надо воспользоваться. Но правительство должно нас услышать, потому что сколько бы они ни говорили, результат работы правительства – это цены на полки. Мы это видим, что они растут. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Павел Николаевич.